То есть, как попасть вот к некому пределу, да? Знаете, в математике есть такое понятие предел. Причем самое интересное, к пределу можно приближаться бесконечно, потому что его нет. Ну, то есть, он как бы есть, но он вещественно не обнаруживается. Это даже в математике. А вот в объективной жизни здесь у нас есть предметы, вещи. Они имеют название. И мы считаем, что эти названия соответствуют предметам. Ну, или мы думаем, что есть предметы, и при помощи названий мы можем им дать вот как раз пределы. Ну, элементарно. Граница у моего тела есть же, иначе я не беспределен. Или нет. То есть, что значит границы тела? Ну, это типа кожа, да? Ну, я же говорил, что в физическом микромире там тоже пределов нет. Вы начинаете погружаться, ну, где же границы кожи? И вы понимаете, что кожа — это просто термин, за которым стоит физическая структура, атомарная. За ней там квантовая структура, а дальше... А дальше непонятно что. То есть, даже на уровне вот физического вещественного бытия мы только думаем, что у нас тело имеет какие-то вот параметры. Эти параметры — это всего лишь формы описания, да, которые существуют вот в виде физики, химии, там, научных парадигул. Понятно, что, так, замешательство. Вот там есть матрасы или вон матрасы. Вот там матрасы есть. Можно взять, положить куда-нибудь и сесть. Вот. То есть мы сейчас про как бы беспредельность и предельность говорим, да? Потому что ведь всякое вообще наименование имеет смысл, если есть, ну, стартовая позиция. Откуда мы отталкиваемся в своих размышлениях, в своих утверждениях, в своих описаниях. И если вот в этих описаниях, подтверждениях, вот действительно что-то определенное, относительно чего, мы дальше и выстраиваем. Что вот тело, оно такое-то, такое. Ну вот же тело, я же его руками трогаю. Правильно? Но даже с этим, видите, начинается ерунда. Кто трогает тело? Я нахожусь прямо вот, кожа и кожа, это я вот тут нахожусь и вот предельность эту устанавливаю, что одно физическое состояние касается другого физического состояния. Но вы же знаете, физические состояния, они инертные, в них нету самоосознания. То есть атомы, которые соприкасаются с атомами, они ничего не знают о соприкосновении. И даже, помните, мы уже говорили, соприкосновение – это только условность, потому что там дальше квантовая структура и дальше пошло уже вот что-то неведомое, о чем там спорят физики современные. А как же так вот от физических вот этих взаимодействий появляется вот у меня представление о том, что это я прикасаюсь к чему-то. Ну, помните, есть и по представлению, что от этих штук идет нервное окончание какое-то. Но нервное окончание, как оно к физическому инертному состоянию прикреплено? Или впереди стоят вот эти нервные окончания и они касаются? Но нервные окончания тоже сделаны из физической формы. Знаете, как бы там мы о них ни говорили, это точно так же биохимическая структура, за которой стоит физика и энергетика, там всякое хрень. То есть, опять же, инертная структура. А как же тогда прикосновение происходит? Что за чушь? Как я узнаю, что сейчас происходит прикосновение? Если там соприкоснаются инертные, неживые, не сознающие структуры. То есть, должен, значит, быть переход от вот этих структур к осознающей структуре. А где он находится? Вот тут в коже или у меня в голове? Ну, как бы считается спинной мозг, правильно? Нет, то, что считается, я говорю, вот прямо, что тут считаться? Вот я говорю, кожа состоит из физических элементов, они не содержат сознание. Это правильно я говорю? Физические вот эти атомарные структуры, они и есть самосознающие? Это они сознают, что я касаюсь? Ну, как бы, сознаём человека. Человек. Вот. Так а как же от них попало вот это вот, то, что они не осознавали, вдруг стало осознаваемым? Как переход произошёл? Каждая частичка, значит, сознавала. Ну, это ж тогда бред с сивой кобылой. Каждая частичка. А я тут при чём вообще? Они там себе сознают чего-то. На зрение. Я как набор этих частичек. Ты набор частичек. А если частичек чуть-чуть меньше стало? Или даже одна частичка это ты? Так а их там миллиарды. И они все прямо, прямо ты, прямо они таки, каждый сидит. Это вот, это я. Видите, бредятина. А главное, откуда это вот это у них я? Как это в сознании у частички? Мы же знаем, чтобы сознание было, это высокоорганизованная материя. Это сложнейший мозг. Чтоб в нём пробудилось сознание, миллиардная эволюция шла. И тут на тебе сидят, там у них даже клеток нету. И такие, я сознаю. Бредятина же. Главный человек, говорит-то. Давайте. Мне кажется, на теле, там не было соприкосновения, но я называю такими действия соприкосновениями. Молодец. То есть, а это значит, что вот то, что я назвал соприкосновение тела, это просто рассказ какого-то субъекта, который придумал, что есть какое-то соприкосновение, и всему это он надавал название, а на самом деле это соприкосновение ничем не лучше соприкосновение, которое я чувствую во сне. Хоп. Уловили, куда я всё ел. Ну, если встать на эту парад. Но она-то как раз уже получше, потому что вот этот бредятина о том, что элементарные частицы что-то там соприкасают, и как-то там формируют информационное пространство, и куда-то там чего-то там делают, но это же ерунда полная. Высокоорганизованная материя. Ну, худо-бедно где-то вот среди вот этих всех разговоров и о материи, и о квантах, у меня есть ещё представление, что есть высокоорганизованная материя. Как-то меня в школе в этом убедили. И вот именно она и создаёт вот это представление, что я сейчас касаюсь, что я сейчас сплю, что есть у чего-то пределы. И эти вот все эти темы, это просто помните, я уже сто раз говорил, просто я сейчас в очередной раз начинаю с самого начала, что это просто в уме разговоры. Что красный цвет красный, а он не красный. Это я просто название такое придумал. Мало того, что вы вот смотрите на красный цвет, а он у вас не такой красный, как у меня. И я никогда не узнаю, какой у вас красный цвет. Почему вы не узнаете? Есть положение, да, что вы понимаете за основу, что красный цвет вот такие-то вот. Но, но, но. Вы это знаете? А то, что знаете, вы-то видите не красный цвет. Просто по положению вы его называете красным. Я его называю красным, потому что все называют красным. Вы договорились в обществе, что это будет красный цвет. Так, а что, по поводу чего мы договорились-то? По поводу вот этого. Но вот это вы можете видеть в каком угодно цвете. Но будете называть его красным, потому что для вас, вам же сказали, это красный. И вы думаете, это красный, а может фиолетовый у вас. И вы даже не знаете, какой настоящий фиолетовый. Просто вам сказали, это красный, и вы это слово повторяете. все вы просто повторяйте слова вы знания не имеете о том что вы видите видите какой парадокс это это не просто так у нас по поводу всего вот такое же есть четкое ясное понимание и мы еще другим мозги пропарим давайте давай как только я пытаюсь не и дальше смотреть она растворяется то есть как слушать баф ее нет какой другая я не говорю баф ее нет вот вы по многих соценках говорите смотреть ну куда дальше куда дальше еще дальше подожди вот видишь думаешь легче стал от того что ты сейчас вот как бы чуть-чуть утончил момент и говоришь что это у тебя в медитации смотри когда ты говоришь я смотрю вот куда ты смотришь вот точно так же ты опять же смотришь на тот же красный свет только в рамках своих медитативных понятий куда ты смотришь то что пришло куда а что это видите что вы делаете и главное что от того хочешь ты не хочешь ты смотришь в единое в одно оно не неопределимо стоп зачем он складывается ты просто смотри потому что у того у кого складывается вопрос это идиот у него основная задача это складывать вопрос и отвлекать себя от созерцания того что есть и и я заморачиваться как бы это назвать вместо того чтобы присутствовать в том что есть ну вот 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 он и должен видите как вылазит и сам себя бить и у него такой но это хороший уже момент а что весело скажешь некоторые это серьезно делают даже как-то агрессивно действительно зачем вот этот пониматель ведь он все равно ничего не поймет лишь говорю от того что мир описано это красный это квадратный никто толку ничего не дополнять а зачем вы еще это вот описывание хотите затянуть в тот уровень где как раз вы приближаетесь к самому источнику вы туда еще хотите на вставлять описание что вы видите и как это выглядит и как это понять потому что вот на понимали вот теперь столу вот 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 стул вот вот мое туловище а на самом деле это сон а я в этом сне такой серьезный да еще кому-нибудь морду хочу набить за еще это денег заработать до удовольствие получить куда эти удовольствие запихивать еще и впихиваете куда-то там и все мало мало а потом браз жизнь закончилась хочу дело в этой жизни понять хотел тут про секунду смотри вот тебя тут поймали это вечность это единый миг здесь и сейчас кроме него ничего нету все тысячелетия находятся в нем а ты его взял и опушил Это секунда, типа, ну это мелочь такая, жизнь такая огромная, а тут какая-то суета. Так вот в том-то и весь фокус, что это игольное ушко, через которое разворачивается все, если ты в нем останешься без комментариев. То есть тебе нужен опыт пребывания в этом без попыток каким-то образом это определить. Если ты научишься его заделывать, это и есть настоящая медитация, это не то, что ты там себе нагромоздил и какие-то иллюзии созерцаешь, а вот остановился и замер. На самом деле в этот момент началось испытание. Бог, как бы, ну предположим, что Он есть, Он как бы смотрит внимательно за тобой. Начнешь ты опять хрень какую-нибудь пороть. Если начнешь, Он скажет, ты пошел ты в зад. Если не начнешь, Он такой раз, и через тебя выйдет. Потому что Он в этом мгновении и находится в едином. Нигде Бога, я говорю, Его везде, где бы вы ни искали, там будут стулья, красный цвет, столы, люди там, демоны, хрень всякая, но выдуманная. Бог находится вот в этом мгновении. И Он проявляется, когда проверяет тебя, начнешь ты там черепить своей дурилкой что-нибудь или нет. Если начнешь, все, 10 тысяч жизней, начинай там опять медитации, там упражнения, предварительные практики, следующие. Ну вот как только начинается, я сразу возвращаюсь к состоянию, я здесь. Ну как бы, уже лучше. Но это опять же, где это ты здесь? Он возникает в комнате. Вот, видишь? Вот, я же про это и говорю. Ты в комнате. А комната, это что такое? Вот. То есть, у тебя как будто и есть такая комната. Как будто, видишь, но это как будто. У меня была эта вещь. А его и не получите. Он просто, ты в этом опыте все время находишься, просто из него вываливаешься. Ты не хочешь в нем остановиться и ты его все время хочешь наполнить чем-то. Комнатой, состоянием здесь, всякими метафизическими представлениями или физическими представлениями. Ну или тем, что все же так решили, это же так нормально. Есть правила, по которым все живут. Чего я тут буду выделываться? Ну и что мы со всем этим будем делать? Мы это кто? Все разделенные части целого. Ну, поговорим чуть-чуть об этом. А в потенциале, который был заложен сначала? Это где? А вот здесь. Ну, вот и находись здесь. Не болтай. А как не болтать? Ну, тогда болтай. Ну, можно и не болтать? Да. Но ведь болтай прикольно. Болтай. Ну, смотря как болтать. Как хочешь. Да, можно ногой болтать. Как интереснее, да? Я не знаю. И эффективно. Я не знаю. Тебе выбирать. Вот это чего все? Подумай. Не умею разучиться. Ну, тогда болтай просто так. Ну, понять же хочется. Кому? Ну, вот ему. Это кто? Он хочет понять. Да, хочет. Тогда болтай. Нет, тебе болтать хочется. Тебе не понять хочется. Нет. Да. Подправить уже на самом деле не хочется, а выразить. Ну, поворожай. Я же говорил. Выразить хочется. Вырази, вырази. И насладиться. Сообщать. Ох ты, господи. У тебя много чего-то. Вот ты на одном чем-нибудь попробуй остановиться на чем-нибудь. Хотя бы с одним моментом разобрать. А так у тебя, видишь, понос идет. Хаос, хаос, конечно. Это только публичность и хаос. Да. Ну и что мне с ней делать? Женщик? Не знаю. Не знаю. Мне тебе не помочь. У тебя понос начался. Девушки, наверное. Да, да, да. Я все рассмотрел. Включается, говорил-ка. И понеслось. А какое у вас, как я спросил, когда идет говорение? Просто вот слово, оно же есть. И есть просто наблюдение, как это слово происходит. Нет желания... Тебе решать. Как решишь, так и... Конструировать. Ну ладно, ты мне слушаешь даже. Нет, я желаю. Я желаю услышать. Нет, желать это одно, а слушать это другое. Хорошо. Я готов услышать. Все, садись, слушай. Сейчас все будет ясно. Ну, полетуши. Возьми, там есть матрасик. Нет, огонь. Ну, что я с тобой сделаю? Ну, попляши, поползай, покричи, сходи в туалет, в конце концов. Ну, я в процессе, вот. Интересно все-таки проживать. Ну, проживай. Чего ты мучаешься? Так вы, Сергей, себя ощущаете? Сергей, Сергей, вот здесь. Да не выдумывай, видишь, у тебя что-то там суетится какая-то хрень. А толку от этого ничего. Не прибавляет она. Потому что ты не то делаешь. Ты сейчас презентацию показываешь. Я проживаю то, что происходит внутри? Нет, ты болтаешь об этом. Просто не проживаю. Болтаешь. А то, что болтает, это описываешь его не в числе. Ну, еще оправдываешься. Хорошо. Оправдывается. Так, есть какие-то вопросы еще? Давай. Какая чемпионата прошла? Ого, ну я ж только что из бассейна. Я смотрела, включила трансляцию, но там в этом времени не было. Да? Короче, кому надо, можете в личку написать, я ссылку скину. Я сегодня в своем заплыве первый. Чемпионат России. Уже. Это Сергей Колоков, первая дорожка. Сергей Кулдин, третья. Игорь Криулин, четвертая. Денис Пурышев, пятая. Сергей Ермаков, шестая. И Глеб Алексеев, восьмая. А я снимаю результат, посмотрим. Седьмая строчка у нас пустует. Павел Филатов не стартовал. Значит, из представителей категории 60+, только за Юрием Назаренко следим. Спортсмен клуба «Лада». На его результат будут уже ориентироваться конкуренты. Побеждает в заплыве Сергей Кулдин, 58-летний представитель клуба «Драфт». А Бог вообще есть? Вот. Вот действительно, всегда лучше всего подводить мысль к самому предельному. Потому что действительно, вот смотрите, когда мы задаем про Бога, мы как бы отстраняемся и думаем, что этой вот материи нету, там, туловища нету. Ну, Бог же должен быть, потому что он нематериален, физически неопределен, место его неизвестно, но причина-то у всего же должна быть. Мы считаем, что она должна быть. Да, да. То есть... Не факт, что она должна быть, а Бог считает. Да, мы так считаем. Это очень важный момент. Причина – это значит начало. То есть, есть ли начало у... А тут, видите, сразу коллапс в голове начинается. Если есть начало, значит, было до началье. А значит, Бога не было. Ну, а так как Бог всемогущий, Он не может не быть. Он был зверен. Значит, начала нету. И вот начинает... А это уже, видите, это тонкие, софистические, логические выверты ума. Потому что, я говорю, это ум сейчас пытается, ну, налепить что-то, хоть что-то, чтобы, ну, начать вот отталкиваться от чего-то. И, видите, невозможно это сделать. Бог ускользает. Его нельзя ни определить, ни назвать, ни разместить. У Него нету ни одного эпитета, потому что все эпитеты – это как бы Его творение. Ну, из Него произошедшее. Ну, как бы следствие. А Он, значит, до них. А это значит, слово, что Он есть, уже категория, выпадающая из Его сущности. То есть, Он не может быть, и Он не может не быть. То есть, Он просто у нас вываливается за пределы. Но это уже хорошее понятие. Потому что, таким образом, упражняясь умом, вы как раз и видите, что это все, что есть, это просто упражнение ума. И они ни на что не могут опереться, даже на понятие Бога. То есть, даже понятие Бог, видите, ускользает. Кроме тех, кто сказал, нет, мы остановимся на этом, Бог есть. Или другие сказали, Бога нет, но есть сингулярность. Взрыв большой. Оба утверждения дурацкие абсолютно. Это просто происходит остановка ума, который больше не хочет вот заниматься вот таким вот упражнением, поиском, где же все-таки основание. И просто как постулат говорит, да, было начало. Либо это Бог, либо это взрыв, сингулярность, либо еще какой-нибудь можно вариант придумать. Потому что фантазия у нас бесконечно. Либо это я. Я же тоже могу себя определить как начало. Кстати, я очень близко к Богу, потому что его тоже, видите, почему вот мы, когда искали вот это, мы все время, я такой дурацкий вопрос задаю. Кто ты? Кто вот это начал тут говорить, думать? Ну, то есть, это типа я. И тоже, видите, его в физическом мире нигде, то есть, в теле его нигде нету. Ну, вот на практиках еще посмотрим на это. В физическом теле его нигде нету. Оно где-то в метафизическом, а это что такое? Ну, это уже мир Бога. Опять же, начинается. То есть, я и Бог – это практически, ну, максимально близкие понятия, в которых ничего нету. Поэтому, да. В когнитике от физического к физическому пониманию, то есть, я вот еще в ней биологию читаю, и вижу мозг, и я считаю, что я это мозг. Да. Ты же в таламусе, или гипоталамусе, или же в спинном мозгу. Видишь? У мозга много дифференциаций, каждый из которых за каким-то мужичок, там много чего у него за что-то отвечает, а где та, которая отвечает за «я»? И это «я» будет придумывать, где я в мозгу нахожу, а значит, не мозг законодатель, а «я». И даже мозг – это уже точно такой же, как красный цвет. Это я просто сказал. Вот эта нейронная сеть, вот эти, она же тоже инертна, там нет ума. Нейронная сеть – это просто химическая, электрическая процедура. Она инертна, там нет ума. Это просто такие вот энергетические, химические процессы. Ничем не лучше, чем там вот в этой штуке. Меня интересует как-то опровергнуть, потому что… Опровергнуть невозможно. Только самоисследованием. Ты для себя… Это не опровергается. Только ты сам для себя можешь решить, кто тут хозяин в доме. Либо мозг, и тогда все нормально. Ну вот как решили, что сингулярность первичная. Либо решить, что это Бог. Либо решить, что это я. Только я не в мозгу, а где я. Я вверху, внизу, в центре, справа, слева. Где я? А кто ищет? Бо! Видите? Тут у нас еще шизофрения. Оказывается, хитрость-то в том-то и состоит, что это же я ищет. Так а что себя искать, если я искать или есть? В себя, значит, надо смотреть. Крыль. Подожди, в себя. Это кто сделал в себя? Я, видишь, опять придумала какое-то в себя и сделала выверт. Что в себя-то смотреть, если я уже тот, кто смотрит? Что меня искать, если я тот, кто смотрит? Ты почему не знаю, кто его? Нет, не знаю, это одно. Ты же хотел посмотреть туда? Чтобы понять, кто его? Так а что, если тот, кто смотрит, уже есть? Он и смотрит. Что на него смотреть, если он тот, кто смотрит? Смотрит это тогда, когда вы в темноте что-то не видите. Думаете, вот сейчас он нашел. А что искать, если ты смотришь из этого места? То есть, все на месте. Все на месте уже. Давайте. Нет, он осмысленный в каких-то парадигмах. А вот для тебя, вот если вот до конца, вот здесь очень важный момент, что вы поняли, что никаких больше вселенных, там, людей, физиков, вы один на один решаете самый главный вопрос. Вы его всю жизнь откладывали, потому что вместо него вам была школьная программа, там, еще что-то, какие-то там ученые. Вот сейчас вы подошли к самому пределу. Как бы, вроде бы банально, пришел на какую-то встречу, и вдруг выясняется, что это самый торжественный, самый великий момент в моей жизни. Должно было не так. Должно быть с фанфарами, как вот когда я закончил университет, мне диплом выдавали. Как-то вот так должно. А на самом деле, все это фуфло полное. Сейчас вот самый такой момент. И вот когда ты задаешь эти вопросы, ты должен понять, что вот я сейчас о самом сокровенном спрашиваю. Прямо именно о том, кто я и есть. Давай. Я просто не совсем понимаю, зачем спрашиваю. Все. Ты просто сейчас пришел не в то место. Нет, я не... Хотел выкрутиться тоже. Я сейчас объясню. Да, да. Если я... Ну, получается, как будто бы я невозможно найти, потому что это ищущий ищет себя. Да, но при этом он и есть тот, кто ищет. То есть он настолько очевиден, что вот то, что он ищет, это иллюзии. Видите, красный цвет в тела, во взрыв, в бога. Вот он ищет, ищет в я. Вот это все, конечно же, никак не поймать. Но тот, кто ищет, то вот он. То есть, по сути, процесс поиска, это, ну, условно, если бы... Не движение, а остановка. Ну, можно так сказать. Остановка дурного движения и, наконец, начать пребывать в настоящем движении. Да. И в этом настоящем необходимо... Стоп, вот когда мы начинаем так говорить, мы уже его превратили в дурное настоящее. Хорошо. В этом настоящем есть познание или осознание? Так, я говорю, придумать можно все, что угодно. Есть мистическое вдохновение, есть эзотерическое, там, я не знаю, энергетическое вхождение. Каких угодно можно эпитетов. Или просто это понимание, это осознание. Эпитеты никак нам не помогут, если мы назовем, как это будет выглядеть. Мы самого главного не сделали. Мы не сделали... Я есть. Мы еще о нем разговариваем и придумываем ходы к нему. Или изучаем чужие опыты, как до него добрались какие-то ребята. Но эти опыты уже не помогут, они уже мертвые, они уже описанные. Раз описаны, это уже все. То есть они, когда этот опыт получили, у них было вот... И потом зачем-то по дурости решили сделать еще и нарратив. Ну, типа думают, может быть, хоть какой-то указатель людям дать. Но все они приводят не туда. Потому что это уже все. Это уже понимание, осознание, там, медитация. И понеслось. Соединение чего-то с чем-то. Но это, я же говорю, все это уже происходит на экране. А смотрящий-то? Его там нету, он вот он. Но смотрящий тоже, видишь, уже опять вот в этом описании на экран попадает. То есть, видишь, как только мы внимание на смотрящего разворачиваем, оно автоматически становится то, куда мы смотрим. А не тем, откуда мы смотрим. Получается, какие я есть, не работают, потому что каждый мир субъективен. Да, все они не работают, но всеми им надо походить, попробовать, как называется, износить ум, чтобы он совсем охренел и понял, что понять он больше ничего не может, заткнулся бы и вот замер. И ждал бы, когда боженька наконец скажет, ну вот, молодец. Замолчал он. Наконец. Но это тоже уже, видите, такой обман получается. Обычно, потому что сразу ты такой садишься и затупил. А как тупить? А тупить не можешь, у тебя тут же мысли. Потому что как тупить? А можешь все-таки взять традиционную медитацию, и медитировать, как нормальные ребята там на чем-нибудь? Да, именно так и делает. У каждого у вас есть свой уникальный случай. У некоторых он просто идеальный. Они вот так вот услышали такую фразу, и их накрыло. Все. И у них только он появляется, они думают, да это же Галиматья. И он снова замолкает. Но это очень такие, которые давно медитировали в прошлых жизнях. Были продвинутыми югинами. А большинство, вот, все нормально, ходят на сатсанки. Я сам такой 30 лет изучал всякую эзотерику, философию и оккультизм. И не только традиционные, религиозные. И встречался с местами силы, и с какими-то людьми с особыми способностями. Но все это, все эти встречи, это в уме происходили. Точно так же, как вот красный цвет, сингулярность. Ну, то есть понимание есть, а толку нет. И уже много понимания, а толку все равно нет. И чем, как это говорил Платон, нет, Сократ, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И все, и капсдец. И понимаешь, что вот все вот эти темы там с диссертациями, с научными течениями, с направлениями. Я даже физику специально говорю, полез и начал изучать там, что такое эти струны, что-то там калибровочные поля, что такое там у Эйнштейна написано. И понимаю, бредятина полнейшая. Слова в словах, слова в словах, слова в словах. Ни один из них не просветлел. А какой-то вот балбес там безграмотный на Тибете, раз и милорепа. Принц Йохов по воздуху летает. Ну, так думают его последователи. А вот смотрите, вы говорили, что в сказке, да, что типа вот эта магия, кто-то придумывает группу больных. Есть такие. Вот смотрите, какая-то компания фармацевтическая, это не было какое-то лекарство. Есть эффект плаценты, то, во что мы верим, но на самом деле это не является. Я не понимаю, например, у меня 5 лет, у меня мама, я заболел, он пришел крачу, ничего не знает, совершенно о таблетках, какие назначены таблетки, у меня таблеток 39, я принял таблетки, у меня все прошло. Да? Потому что веришь маме? Я не верил в это, мама в это не верила. Не-не-не, это ты уже гипотезы какие-то. Мама, когда покупает таблетку, она верит в это. Потому что есть врач, она верит в врачу, и все, там цепочка замыкается очень быстро. Ты гипотезу предположил, что мама не верит, так нахрена тогда таблетку? Тогда надо было к этой, к этой, целительнице вести ребенка, раз мама не верит в таблетки. Ну, так и делают. И у некоторых уцелительниц исцеляются даже лучше, чем от таблеток. Потому что мама верит, а сын или дочь верит маме. Это механизм, только на вере построенный. И вся химия, она построена на вере. Просто за фармацевтическими компаниями огромная реклама, огромное количество докторов, подкупленных, ну не подкупленных, верящих, что это работает. Вот они своим, этот мощный эгрегор, и они своей верой держат вот эту всю систему. И она работает, это магия. Просто они-то делают вид и говорят, не-не-не, это не магия, это у нас наука. Нет, это магия. Просто это такие хитрые маги, которые сообразили, зачем просто магию, когда можно развернуть индустрию целую, и еще на этом бабок наделать. Так что, вот смотрите, аспирин работает. Работает, работает, я говорю, работает. И дают мне аспирин, он работает, дают мне плацедо, я не знаю, почему плацедо не работает. У вас не работает, а у кого-то работает? В меньшем количестве. В меньшем количестве. Совершенно верно, потому что за аспирином стоит коллективная, вот эта бессознательная, которая верит, что он уже давно работает, а ты, нет-нет, да в телевизоре где-то слышал, там кто-то аспирин принял, кто-то еще, и у тебя в подсознании уже накоплено, когда слово аспирин звучит, он звучит ярче, и он уже работает, как магический предмет. Но это одно из объяснений, потому что другое объяснение очень простое, что у нас действительно тело сделано из химических, этих самых химики изучили, в соответствии с этими химическими подбираются какие-то самые... Да, если вас это устраивает, оно точно... Но дело в том, что вот то, о чем говорят химики, оно точно так же из пальца высосано, никто из них до пределов не дошел, никто не понимает, почему химия так действует, почему внутри атома такие процессы происходят, почему они таким образом соединяются каким-то образом с моей нервной системой. Ну, в общем, я говорю, до конца никто ничего не знает. Все это вот как вот во сне. Просто за некоторыми событиями много нарратива, много... Ну, ты Григорова и Стрэн, и люди верят в это, и оно работает. И это хорошие вещи, все нормально на самом деле. Я говорю, медицина на своем месте, потому что если обычным людям вот это убрать, веру в это самое, они с ума сойдут. Вот сейчас у людей, которые принимают лекарства, если объяснить, что лекарства не... А они просто умрут. Потому что у них это инструмент, костылик, который их возвращает к жизни. Но я самое смешное, вот в начале 90-х годах проводил всякие исследования в деревнях, и у нас в Псковской области напоролся на одну деревню. И там пожилые женщины, в основном, ну, старики же все время у нас деревянные. И вот они говорят, у нас деньги закончились, а там что-то прекратилась зарплата выдаваться, лекарств больше купить некуда было. А мы, говорит, перешли на травы. И, говорит, так это... И все такие бодры, вот они уже там год или с чем-то сидят на травах, и все, у них вернулось опять вот это деревенское вся вот это представление, какие травы помогают. А они больше, говорит, а все сидели на таблетках вот на таком пакете. Просто перестали, в травы поверили, воодушевились, и снова у них все нормально, и никто не помер. Ну, потому что была у них лидер, которая вот их перепрограммировала. И они перешли на травы. И оказывается, все те же от давления, от всего, можно без всяких таблеток, все в природе есть, быстренько находится, и начинает все это работать. Получается, природные явления тоже на вере основаны. И там вся та же самая схема. Потому что на вере вообще основано, что этот мир есть, что и травы эти есть, и солнце это светит, это все во сне происходит. То есть мы все верим, что у вас костер горит. Да, да, да. Потому что есть люди, которые в костер руку суют, а обжога нет. Но это очень редкие. Это те, кто мыслеформу внутри себя разрушил. И тогда это называется чудо. А кто-то создал, получается, то, что костер горит, и все, что горит. Да. 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 А, и кто же это такой? Почему детей обжигают? Потому что верят. Мамочки. А вот я как-то в детстве верила, что у тебя холодно. И все равно ваш глаз. Да. Дура, потому что. Шучу. Говорю, чудеса, они очень редкие. Потому что если бы чудеса вот так вот делались на пропалую, тогда бы не сложились вот эти схемы. что людей нужно ну, строить в какую-то... Иначе бы мы вообще с друг с другом не разговаривали бы, не понимали. Ну, вот как бы животные выжили и все. Потому что вы не знаете, как животные живут. Мы с животным тоже придумали правила, как они живут. Они совсем по-другому живут. И они по-другому в своем мире выглядят. Только мы животных видим, как мы их видим. Ну, точно так же, как красный свет. Животные, там совсем другая система. А еще есть и не животные, господи. Духи, демоны. Привет и всякие. Ну, вот смотрите. Смотрю. Я, допустим, сделал человека с необитаемого острова, который там 40... Ну, вы гипотезы. Я понимаю, о чем сейчас вы приведете. пример. При... Да, и костер... Квартиру, он же ничего не знает. Ну, да. И открываю розетку, добрылся пальцы. Он добрылся его углы. Значит, и так, момент такой. Сделайте вначале этот опыт. Вдруг чудо произойдет. Сейчас вы его в уме нарисовали. Приведите папуаса. И вдруг окажется, что он электричество не чувствует. Вот это будет феномен. Ран Тиве отдыхает. Причем, самое интересное, что если бы вы... Ну, вы видите, вы верите, что его стукнет током. А вот если бы вы в себе внутри остановили этот момент, или, например, появился такой странный человек, который объяснил, что вот есть странное племя, их током не бьет. Его бы привезли, но для этого, я говорю, нужно было вам внушение сделать. Вы бы знали, что есть особые индейцы. Их током не бьет. И его бы не бил током. Но вас надо очень сильно обмануть, потому что, видите, то есть у вас должен появиться другой авторитет, не ученый, а другой. Ну, если бы там у вас был там шаман какой-нибудь знакомый, который у вас в авторитете, и вам бы внушил, то он мог бы перекодировать, перепрограммировать. Ну, то есть, ну, смысл основной в том, что мы в программах сидим. Просто программы есть жесткие, есть менее жесткие. И... Менее жесткие. Давайте. Как перестать верить, что нет темы. Вы исследуйте это как следует. Вы не исследуйте. Это неверой делается. Вот тут как раз нужно исследование. Я ему бы вам предложил, что как вы прикасаетесь, чем вы прикасаетесь. Исследуйте. Как у вас сигнал от нематериальной инертной материи приходит куда? И кто его воспринимает? И вот тот, кто его воспринимает, это же он думает, что у вас рука вот сейчас касается. У меня почему-то совершенно не могу выяснить. Вот я вроде как, в принципе, я программусь. Но сейчас я слушаю, и я не понимаю. Я вообще посоветуемся с того, что у нас дочек такой. Нормально. С ковидом сейчас у многих. Это нормально. С другой стороны, самое главное, чтобы вы обычные дела, которые там дорогу переходить, нормально переходили. А это будет автоматически делать. А вот с пониманием, действительно, сейчас очень большая проблема происходит. Что это не только у вас. Это вообще все парадигмы уперлись. Еще там делают вид, там на каких-то телеканалах, что типа есть еще какие-то объяснения. А на самом деле, я говорю, если бы вы послушали, что там в квантовой физике лопочут ребята, это какой-то бред силой кобылы. Там фантазия на фантазии, фантазия на фантазии. Этого действительно ничего нет. Ну, а тело, да, вот оно потряхивает его, и все. Но оно просто самое такое близкое, мы к нему очень привыкли. Я же говорю, что есть опыт, когда можно выйти из тела, есть опыт сновидений, просто у вас сновидения обычно неосознанные, поэтому вы не замечаете вот этого перехода от нетелесного состояния к ума. То есть это на самом деле просто состояние ума. Есть ум, когда я в теле, и есть ум, когда я в нетеле. Вот ум, когда в нетеле, это сон. И вот во сне, если вы набираетесь опыта, вы можете вот это растождествление ну просто увидеть на раз-два. Потому что там же тоже тела есть, но там тела другие, там нету авторитетов во сновидениях. Ну есть, но они такие хлипкие. Понятно. Потому что помните, у вас во сне нету ни папы, ни мамы, ни Путина, никого там нету. А там черт знает, что творится. Я перестану видеть сны уже очень давно. Ну это ваша особенность. Значит, вы как-то заблокировали себе вот эту возможность видеть сны. Видят сны все. Ну даже не видят. Видение, оно всегда, оно не прерывается. Я говорю, вы будете умирать, у вас видение останется. Вы будете видеть, потому что видит не тело. Я еще раз говорю, что вот то, что я есть, оно видит. Видите, вы его не можете ни в теле найти, ни вне тела. Поэтому его видение, оно универсальное. Именно оно видит, а не глаза. Именно оно чувствует, а не чувства. Как отрезаться до этого видения через глаза? Я понимаю, что я не глазами... Можно просто то же самое, пронаблюдай. Ведь это же очень просто. Вот ты сейчас глаза закрыл? Да. Закрыл. Посмотри, что ты сейчас находишься дома. Дома видишь? Видишь, что ты видишь, что ты дома? А чем ты видишь? Глаза-то закрыты. Вот, это интересно. Вот ты вот и изучай, как ты видишь, когда глаза закрыты. Нет. Видишь, ты... Да, это ты все-таки пытаешься из последних сил защитить вот эту концепцию, что есть физический мозг, есть физический. Это просто попытки последний защитить. А ты просто бери, анализируй. А откуда отсюда ты видишь? Там же темно. Да, оно не может видеть. Но дело в том, что даже это место, куда ты вот хотел свое видение, расположить. Ты его уже наблюдаешь из какого-то... Вот, вот этот, вот это... Вот постоянно, если ты будешь делать, оно собьет вот эту... Программа, это просто автоматизм, который повторяется, он тебе просто не дает. Он раз с этого сбоку, раз с этого, раз с этого, а ты его... А там никого, а там никого, а там никого. И он так тише, тише, и изнашивается. Это называется износить ум. Что его нужно вот точно так же, вот я сейчас плаванием полгода позанимался, и раз, у меня результат. Потому что я тренировался, я мышцы приучил. Я же не сделал так, я замедитировал, я плавал, хотя я и так сделал, потому что само уже это явление чудесно. Я делал работу, приучал свое тело к определенным действиям. Точно так же можно ему приучить приучить видеть все. Я говорю, это очень... Вот ребенка поначалу очень сложно приучить, что вот этот мир материальный. Ему нужно постоянно указывать, это так, это тебя ущимит, это у тебя уколит, это еще, через боль, через что-то его приучают, что вот это вот так вот, вот этим так пользоваться, вот этим так пользоваться. Это было очень сложно, потому что есть дети, которых невозможно... Тогда мы их придурками называем, мы отправляем в какие-нибудь учреждения, типа он не может сенсорную связь устроить. Но это очень сложная система, чтобы видеть красный цвет. Я говорю, это что-то неимоверное, потому что красного цвета нигде в природе нет. Да, это просто название. Это мы из ума вынули какое-то такое вот что-то, и дальше его начали называть красным цветом. Да. Я просто, к примеру, у вас ну, вы же сказали, что если, условно, есть авторитет, он обманет, скажешь, что они не чувствуют предпринято, вот это вот сейчас. Скорее, с этой точки зрения можно не считать, что нахождение себя, я, это самообман. То есть, я сам авторитет, я обману, что я есть. Это такая форма обмана, совершенно верно. И в некотором роде получается, что все обман. Да. Просто. Вот я говорю, это просто ужасно, что действительно, ну, это не то, что обман, это называется иллюзией майя. То есть, это же древняя очень концепция, что это просто такая, как волны на океане. Они просто складываются в определенной форме, но в этих формах логики никакой нет. они просто случайно однажды так складываются. Но ум, чтобы ему страшно не было, он говорит, нет, эти волны будут синим цветом, эти волны будут человеком, эти волны будут там частицами микромира. И вот он насобирал, напрограммировал и заставляет других людей видеть то, что является просто океаном. Так вот программа работает, что мы начинаем видеть, что нам, видение в виде форм и чего-то делается при помощи языка, как это ни странно. Язык мы сами придумали. Язык не мы придумали. Язык это такая странная вещь. Ну, известный феномен есть, что вот, знаете, там японцы во время войны шифры американские разгадывали моментально, математические, любые, которые конструировали, очень умные люди. Но когда посадили двух индейцев и они на родных языках начали разговаривать, ну, называют там, черепахой, там, авианосец, там, или еще что-то, то разгадать не смогли. А индейцы-то тупые, это же не ученые, не это самое. И придумали язык вообще в первобытные времена. А значит, язык, это и есть ум, это и есть его форма. и она не придумывается, она прорастает через наше сознание. Языки, они не случайные и случайно не появляются. Это определенные кодокрамы, в рамках которых формируются определенные этносы, определенные новые слова. Нет, это комбинации старых. Вообще одно слово всего существует. Бог. А все остальное это тени от него. Но эти тени можно замысловато сложить. И появляется народ со своим языком. У другого еще как-то. Кстати, это тонкая вещь. Есть народы, у которых языки необычные и они необычные. А есть у которых попроще. Тогда они попроще. Потому что язык это такая конструкция, которая такая же, как листочки, которые растут на деревьях. Как перестать верить? Да никак. Надо все время только проверять. То есть самое удивительное, как вы в это поверили. Еще раз говорю, как вы взяли основание, что так вот это, вот так вот, как вы думаете. Дело в том, что никак. Как вы поверили? Поверили, это значит было основание. Основание только одно. Вам рассказали об этом кто-то. Ну, то есть из языка взялось и рассказчики. Но эти рассказчики это учителя в школе, это родители, это ученые. Это вот, если вы программированно занимаетесь, ребята, которые в этой области уже наговорили много чего. Можем. Действительно, у нас есть такая способность. Смотрите, видите, есть все-таки иллюзия в том, что вы сказали. В моей это в чьей? Кто ты? Кто тут управляет? Вот это самый главный вопрос. Управление есть? Да, оно есть. Но твое ли оно? Я же говорю, вот как язык. Он нами управляет, не мы говорим. Это в языке заложено то, как мы можем говорить. Ну, или как в программе заложено, как будет вести себя на основе софта что-то в программе. вот точно так же и у нас. А мы думаем, что это мы программой управляем. Это программа нами управляет. Но в ней может быть такая вот иллюзорность, как будто я что-то делаю. но это иллюзорность. Потому что не выяснено самое главное кто я. А это выяснить, видите, невозможно. Получается, что ну, не задача, но человек как бы должен следовать тому, что приходит в его жизнь. Просто понимать, потому что это неизбежно и важно только уметь научиться реагировать. даже не... И этого не надо делать. Ты среагируешь все равно самым лучшим способом. то есть все неизбежно произойдет. Да, и вмешиваться нету, потому что никого нету. И получается это назвали судьбой? Нет, нет. Судьба это как будто есть какие-то сценарии. Но они есть. Сценарии есть. Сценарии есть? Да, все. Тогда тобой Бог живет. Тебя больше нет? Представляешь, Бог тобой живет. Вот Он только и ждет, чтобы ты растождествился и больше ни по какому сценарию, ни по какой программе не жил. Все их откинул и тогда Он тобой будет жить. А это значит ты и есть Он. Как принцип врачного да, обожение. Да, обожение в христианстве, пробуждение в буддизме. Будда это есть. Бог живет этим телом. Больше никаких других программ, сценариев нету. Но это сценарий всех сценариев. Так вопрос, если человек дворник работает, да, неважно кем работает. Он принимает это. Да, он может принять и сделать дальше, чем царь. Супер крутая вещь. Потому что у царя больше программ, которые его отвлекают. А дворник может. Но обычно к сожалению те, кто рождаются дворники, это оборочные низшие касты. И у них уже ум не так развитый. А у царя развитый. Но это раньше так было. Сейчас это вообще катастрофа. Ну и как бы раньше вот по этим кастам люди не просто так рождались. дворник да, к сожалению. Но если дворник там был до этого, я не знаю, вот у нас в Советском Союзе такая была ситуация, что он мог быть кандидатом наук, просто ему нигде реализоваться, он пошел в дворник и там замедитируем. Вот он может выскочить. Но это не дворник. Это в роли дворника этот самый кшатри или брахман. А можно дворник? Сейчас вот только поднял, и потом будет. Получается, если есть вот Бог, какая-то привычная вибрация, что ли, если слово нет? Нет, нет, такого Бога нет. Ну вот вы говорите, что я должен быть Богом. Нет, 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 ты ничего не должен. Вот как раз ты должен перестать долженствовать. Все попытки убрать, вот остановить вот это. Вот вот и все, вот тебя и поймали. А как тогда действовать? Ну вот тогда ты действуешь не ты, а тобой действуют программы. Тут как раз и нужно наконец осознать, что ты не действуешь. Помните, я вот этот дурацкий опыт, я не могу поднять руку. Это не я поднимаю. Хотя я сто раз ее могу поднять, но это не я все делаю. Я не знаю, как управлять клетками, как управлять мышцами, как сигнал туда послать. Это просто происходит. Но если это движение просто происходит, как я могу сказать, что я что-то там думаю, решаю, это это вообще через меня просто какие-то силовые линии проходят. Просто в зависимости от того, если канал толстый, напор сильный, если сжатый, то там маленькая струйка. Моя задача расширить канал до реки Даула, чтобы с мной текла вся вселенная, а не только Сергей, который живет в Пскове и является кандидатом наук. Сейчас это маленькая такая но вот как-то вот сидел-сидел и вдруг увидел, что границу этой нету штуки, а тогда все, я никакой не Сергей и не кандидат наук и вообще ничего не думаю и при этом видите, всякого происходит там даже у вас все равно через вас происходит там любовь там я не знаю там какие-то открытия какие-то путешествия какие-то наслаждения видите, сколько всего через вас происходит можно сказать что некая импровизация вы все время импровизируете но слово импровизация немножко неправильно оно предполагает как будто я разрушаю чего-то там а разрушать просто нечего потому что никого нету видите тут даже вот эти слова они лишние ну да да как вот попытка поразговаривать на эту тему около то есть видите весь разговор это мы подошли к пределу и около него разговариваемся с одного боку хотим зайти с другого зайти а заходить некуда и некому но мы попытки делаем вот вы делаете вы делаете что хотели сказать ну предположим да это одна из концепций она просто получается если вы неестественно себя ведете вот если вы ведете естественно никакой кармы не происходит ну спонтанно а вы начинаете блин мне что-то не нравится а я хочу денег заработать все начал зарабатывать началась копиться карма потому что деньги из пустого места не берутся надо кого-то надурить или надо много наработать и тогда твое тело износится это тоже карма ты заболел тело устало и ты умер потому что много работал потому что хотел денег вот твоя карма такая но если бы ты не хотел денег этой кармы бы не было так вот перерождение то результат дурной кармы ты вместо того чтобы сделать вот это осознание занимался всякой ерундой хотел понять хотел денег заработать хотел наслаждение получить хотел быть царем потом в ад попал там тебя терли карму чтобы до тебя дошло ты понимаешь нет вот больше не хочу как раз рожусь буду сразу искать просветление да ну не язык этого этого другой очень интересный это вот тут у музыки ведь он гармоничный в нем ну есть дурная музыка какая-нибудь которая режет слух вот кстати раньше у нас язык был такой же как музыка то есть вот древний язык первый он ангельский он был как музыка а потом мы его все изуродовали у нас три слова и только вот в музыке если слова снова выровнять или в поэзии божественной ведь все древние тексты они поэтические написаны в виде поэтических сообщений потому что ритм в танцы в принципе говорю все можно сделать гармоничным даже просто сиденье просто танцы и музыка или еще что-то они динамичны и как бы наш но если у вас есть вкус и гармония то вы начинаете видеть вот это движение гармоничные это звучание гармоничные эти смыслы гармоничные и вы такой да да и тогда бы так дал так 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 и есть вот это когда вы гармоничные вы начинаете писать стихи слышать музыку и не потому что вы поэты чего-то там хотите это просто становится вашей естественной природой вот и опять же все время рассказываю про это замечательно святого который у нас жил там на залите гурьянов он когда стал старичком он просто поэзии разговаривал стихами такой голосок ангельский он там в ритме все время потому что у него как естество уже стало такое естественное еще и дал музыкальный да это название когда мы ее специально делаем потому что есть гармонии естественное вот здесь начались уже оттенки потому что появились специалисты которые начали разводить вот это гармонично это не гармонично вот это искусство это не искусство искусство на самом деле гармония это как раз разрыв шаблонов поэтому иногда гармония может быть просто так даже и провокативно как-то как-то выглядеть просто берется и разрушается и может быть даже показаться что это разрушена горбину джаз какой-нибудь а это импровизация поток сознания и те кто в классической музыки воспитанные они скажут ой какая ну они так и говорили набор звуков а вот вдруг псих fixed нет это определенная гармония просто там другой стилистик а это универсальная гармония по организации пространство это странным а там как раз вот эти золотые сечение число пи видели у них там бесконечности предела нету вот они как раз вот эти числа беспредельные золотого сечения точно такое же число они создают возможность бесконечности, а это значит там нет предела. Ну, вопрос первый. Сказали, что для того, что это музыка на гармонии и так далее, но при этом сказали, что есть дурная музыка. Да, да. Что такое дурная музыка, что есть дурная музыка и как ее отличить? Ну, здесь тоже, видите, сразу мы начинаем на две сферы распадаться. То есть, есть как бы ангельская музыка, а есть демоническая музыка. У демонов тоже, у асуров, там своя музыка есть. Но для человека она может быть, ну, как бы, разрушительна. Но при этом тот, кто ее делает, может быть асуром и тогда для него гармонично. Ну, там какой-нибудь тяжелый. Да, да, ты слушаешь, тебе нравится. Значит, эти ритмы к тебе близки. А на самом деле, если вот растения там посадить и начать у них эту музыку проигрывать, они загибаться начинают. А классическую там Моцарта включаешь, они начинают расти. То есть, вот для растений не годится эта музыка. А для демонов может в аду годится. И там вообще их пред. Но при этом, допустим, если язык это ум, вернемся в сферу на ум, предположим, классический рок как будто бы стимулирует нейронную связь и так далее, и ум развивается. Соответственно, с этим языком. Если есть, в любой стилистике музыки есть гармоничные системы. Ну, я про то, что у любой музыки есть человек, который следует... Да, а дальше вот начинается, кто этот человек. Потому что здесь, к сожалению, у нас есть еще и вот такой момент, что если, я говорю, это демон, демон тоже бывают красивые. Ну, в смысле, интересные. И дает вот эту демоническую музыку, он может заражать народу очень хорошо, подсадить надо это дело. Потому что у него мощь большая. Это вообще волшебные тексты. То есть... Вот я же сейчас с прозой разговариваю. Да. Причем, видите, вроде бы ничего толком не сказал, а вам всем интересно. И это уже не один год длится и слушает, и слушает. Значит, в этой прозе что-то странное есть. Я сам удивляюсь. Я ее не формулирую. Я не строю логические схемы. Хотя до этого философией занимался и знаю как. Я... Это как интуиция, тоже как вдохновение. То есть этот разговор как вдохновение. То есть и значит в нем есть тоже... Но в нем уже не по структуре своей речи, а то, к чему это подводит. А так как оно вас подводит к самому тайному, вам и хочется возле этой речи посидеть, потому что вдруг я как-нибудь через нее проскочу туда, куда хочу. Что такое интуиция? Интуиция – это когда программы молчат, и Бог потихонечку через тебя начинает разговаривать. Мы называем это чувства. Это уже дальше начинается... Вот я говорю, красный цвет может быть у всех разный. То, что ты под интуицией понимаешь, может оказаться к интуиции никакого отношения не имеешь. Если он заморкает, то не бывает. Да. Я это различаю. Чувствование. Ну даже... Да, оно... Интуиция обычно очень просто. Ты вот сидишь, и тебе что-то хочется сделать. И ты это делаешь. И потом даже не поймешь, а почему я это сделал. Причем мог, знаете, как сделать? Там купить билет и поехать на поезде вместо самолета. А самолет вдруг разбился. И ты такой думаешь, что это мне Бог, наверное, подсказал. А может быть так и было. Но это как внутренне химии, да? Да, это внутренне... Да, интуиция чем хороша, она не логична, она не из схемы выходит. Хотя иногда можно долго-долго думать и к интуиции подобраться. Это у ученых бывает. И то они-то рассказывают, что это во сне, как озарение. Вот интуиция у поэтов лучшая. Потому что их сел и понеслась рифм вселенной. Или у музыкантов. То есть это вот как бы лучше. Вот у них интуиция лучше. А вот в научном дискурсе тоже я говорю, все великие ученые вам говорят, что это было озарение, что это было просто... Они долго-долго, конечно, думали, но это не был результат логических схем. Это было вот именно как некий инсайт такой. И вот у нас у каждого есть этот инсайт по чуть-чуть, буквально, вот я не знаю там. Вот я, когда меня спрашивают, а что вы едите, как вы едите, я вот развил вот такую способность. Я вот беру продукт и вдруг чувствую, не хочу и не беру. А другой беру, о, сейчас хочу и ем. Ну, это не в смысле, что там сладкое пирожное или еще что-то, а... Это сладкое пирожное. Это вот такой обман. Да, это уже... Как избавиться? Дьявольское научение. Ну как, как? Вот как тоже пузо поползло, так сразу и понимаешь, надо избавиться от этого. Не ползет. А, не ползет. Тогда наслаждайся. Хе-хе-хе. Вот, и говорю, что самое интересное это действительно, что при помощи простых слов мы с вами можем к пределу попадать. Причем к пределу пределов, к тому пределу, к которому подошли там квантовые физики, величайший эффект. А мы, не будучи ни теми, ни теми, можем находиться у того же самого места совершенно спокойно в первом ряду. Получается, на сегодняшний день у наслаждается да, даже не так. Мы дверь толкаем изо всех сил, толкаем, 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 а она открывается в другую сторону. Убираешь руки, и оттуда такой, а я здесь, привет. А пока что мы ее толкаем. И вот толкать надо утолкаться, чтобы наконец дошло. Убери руки, успокойся. Но толкание, это говорю, и физика, и наука, и они все хотят толкнуть дверь и зайти к Богу. Ведь наука, сейчас, в ней никакого смысла нету, кроме одного. Все науки ищут бессмертия. Все, что делают науки, это просто вывернутый вариант, как бы найти бессмертие. В химии, это таблеточку, физики, там это найти принцип бессмертия, в программировании мозг запрограммировать и сделать бессмертным. Все, вся наука, это жалкая, боясь смерти и попытка от нее спрятаться. Никакого в ней вот там прогресса или чего-то нет. Это просто боясь смерти. Заставило людей развернуть ум в сторону познания. Потому что, как познаю, я получу код, как устроено, и наконец устрою так, чтобы жить вечно. Смотрите, куда. Сейчас. Урагники, они натурально должны утолкаться? Да, чтобы утолкаться. Ты потолкал так, не открывается, потолкал так, не открывается. Лбом постучал, там ногой, задом развернулся, ушел от двери. Ну, в смысле, другой. А дверь, она никогда не надевается, она все время перед тобой. Вот еще фокус. Что это не так, что вот тут фокус, а я ушел там в горы и сижу, и теперь нет. Дверь сразу перед тобой. То есть, ты все время толкаешь дверь. Угу. 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 посмотрите, по моему мнению, то, что мы смертны, это величайший дар. Хорошо. Потому что, если бы мы были смертны, представьте, как бы все надоело. Угу. Понимаете? Даже если мы летали на разные планеты, это бы все такое не было. Это просто вы такой скучный. Да? А другие вот, особенно люди, которые в возрасте думают, а еще бы годков так 50 прибавить, правильно? Да еще бы в молодом теле. Да нет, 50 это ладно, 100 это ладно, 200 это ладно, а миллион нет. Ой, разбежался-то. Хотя бы 200. Когда подходишь к нечестным примерам, больше всего не было. Нет. Ну да, да. Это мы сейчас можем в такие фантазии пуститься. Да, на эту тему можно пофантазировать. Толку от этих фантазий никаких. Но то, что действительно, как только припечет смерть, вот ковид, видите, сидите в маске, значит смерти боитесь. Ну, может быть, молодец, чтобы наоборот не чувствуешь себя не очень и не хочешь других. Молодец, это тоже правильно. Вот. Поэтому смерти боимся. Ужасно. И ждем, когда же наука наконец сделает. Главное, что сами ни хрена делать не можем. Ой, не можем, а не хотим. Для бессмертия. Завтра Пасха. Это день воскрешения. Это день бессмертия. Это тайна-тайна открывается. Кто-нибудь вот так вот пойдет завтра в церковь и причастится к этому величайшему событию, что там Христос открывает вам тайну бессмертия души. Что так и есть. Что сейчас вот это мы в гробе сидим. Мертвые хоронят своих мертвецов. А душа живая, она вечна. Вы бессмертны уже. Тело в бессмертии не надо втаскивать. Мы бессмертны уже. Но вы в это не верите. И вот жертва Христова и его путешествия это вот как раз чтобы вам еще раз убедительно подсказать, что все нормально, ребята. Но вы в это не верите. И его там в свое время тоже запихали куда-нибудь. Ну и не кучу кого еще, кто то же самое говорит. Потому что на самом деле если вы в это а как же телевизор смотреть а как же на работу ходить а как же голосовать за единую Россию кто будет ну это я так утрировал все сразу поломаются все все смыслы исчезнут ну смыслы которые формулировались там тысячелетиями цивилизациями специально уплотнялись и вот мы на венце там сидим мировая цивилизация компьютерные технологии пух земли. дураки дураками все от бессмерти от смерти прячемся хотя вот завтра будет научение что это такое ну большинство даже не понимает про что это ну типа яйца покрасить ужасные слова конечно это вырежу чтобы они не обижались я хочу очень хочу убедить инопланетян так где они вот момент вот тут вот хитрый вот с тобой все будет наоборот то чего ты хочешь то от тебя будет убежать а то чего они боялись то к ним пришло тебе надо бояться инопланетян ты должен сейчас выходить и думать только они инопланетяне только тут же вылезут собаки надо верить что ты боишься а? надо верить что ты боишься нет ты какую-то сложную схему начнай но если я не боишься ты боишься на самом деле ну да да нет вот тут надо как-то вот по-настоящему сделать весь смысл я же говорю только тогда когда настоящая искренняя вера если ты боишься что сейчас инопланетяне захватят мир то через неделю будешь ходить фольгуэл шапочки и знать что они уже вот здесь сосед у меня инопланетяне там еще инопланетяне и есть же такие люди которые живут среди инопланетян прямо сейчас прямо сейчас я таких людей видел они инопланетян видят и они знают где они и они их боятся вот основное а ты не бесстрашный поэтому инопланетяне от тебя прячутся ну да некоторые из них уже в больнице спрятались в инопланетян а есть адекватные в больнице среди ваших таких людей нет которые не лежат в больнице не имеют какого-то тяга дальше критерий адекватности ну неважно для вас адекватно которые видят этот планетян да 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 я сам видел я вам расскажу я один раз с девушкой лежал на пляжу лежим-лежим что-то такие чувства у нас гармоничные я говорю сейчас нам какое-то чудо произойдет и раз звезда такая к нам я говорю ааа инопланетяне так же улетела и мы оба видели точно это вот я это вот не соврал вот ни капли именно так и было я еще сам обалдел как это я так сделал но это было давно у вас ситхи просто да так у всех ситхи я же говорю ситхи это красный свет видите это такая ситха как я это там же хрень какая-то а я и раз красный цвет а если человек парализован если твои глухой от рождения вот началось он так и называется парализованный слепой глухой от рождения проще понимать надо притащить сюда такого посмотрим может быть ведь это так же как вот с папуасом надо притащить посмотреть эксперимент надо делать никто же негодяй не делает а эти парализованные лежат там без толку пропадают только зря хопкинс 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 ну пускай оба такие да вот он да у него минимальная была а он всю вселенную навыдумал черные дыры по ним теперь фильмы снимает и упоминает а он все навыдумал потому что был парализован фантазии своих заразил всех нет, вот смотрите вот радио открыли, да? да, хорошее дело попов надо патриотам попов наш телевизор зворыкин вертолеты секо все наши нет, ну поповек я не знаю мы потом через неделю я где-то читал да, да, да это параллельно там несколько было открытий и американцы и маркони там да, да это было параллельно то есть это уже информация да, я же говорю у нас есть доступ вот к этой всемирной информации и когда мы расслабились мы можем сочетать информацию и ее оформить в виде научной какой-то парадигмы и потом ее уплотнить поуплотнить и она видите теперь радио вообще ну теперь-то оно ничего не значит теперь мобильные телефоны вообще тоже их кто-то выдумал когда-то вообще удивительно вот вы говорили что мы живем как и сами даже лучше сами с точки зрения чем лучше тем лучше да, тем тупее точно потому что люди должны работать изо всех сил только тогда до них доходит а если они расслаблены и сидят в кафе он сейчас по-невскому идешь ну какое им просветление взять они думают где бы еще денег заработать чтобы снова в кафе сидеть да есть вот такое видение что нету ни бомжа ни этих людей а бог тотально через них хочет прожить именно эту роль вообще я вот например ну даже если я вижу бомжа я вижу бомжа я вижу того кто через него живет и бомж бомж бомжи есть это нормально это очень хороший подход вообще тайна такая я говорю состоит в том что бог вообще все время вот все что вы видите это бог вот а кто еще тотально вообще он все вот это красное вот то что ты говорила сейчас бог со мной разговаривал там девица это бог он тоже божественно все время говорит это все время бог говорит и не только бомж бомж как-то ты просто решил что бомжи все презирают а я взял и увидел в них бога и я молодец я его выделил так имеется в виду что бомжка без разницы без разницы и самый умный и самый глупый разговор это все разговаривает бог зачем-то с тобой чтобы ты снова стал осознанным тут даже не то что со мной а вот нет какого-то я пытаюсь просто объяснить как происходит что нет вот коммерсанта да ну который акциями дорогой его нет это просто тотальность хочет в бомжи и жизнь именно вот так я очень тебя сейчас понимаю именно так и есть это тотальность прямо ну вот я еще подсказываю что она прям вот всем даже этим полом сейчас проживается он не просто так пол если бы ты сейчас на нем замедитировал ну сумел бы вот гармонично так ты бы его как карты Таро сейчас всю судьбу вот здесь вот в этих рисунках поношел представляешь но для этого мы себе обман придумаем только карты Таро только специальные гадалки только еще что а все вот буквально везде бог тебе сообщает все все для тебя ну и даже еще хуже что это ты и есть и этот бомж это же просто чувство бомжовости оно без твоего чувства никакого бомжа бы не было и полпольности это все и есть ты это все твои чувства усмотрение это чувство и ребенок это твое чувство и что на улице творится это чувство и там мысли которые приходят это все твое 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 твои чувства. Куда ты не поворачиваешься, ты везде видишь себя. А это Бог. И это же ты. Вот как только ты это вот соединишь это с этим, с субъектом, в этом смысл состоит. Все. Дверь ты перестал давить, она открывается. То есть ты воочию просто сейчас будешь видеть везде Бога. И с таким прям как восторг. Это же удивительно. Со мной везде Бог. С нами Бог. С россиянами. Помните? Мы особенные. Это получается самая лучшая практика. Да. У меня сейчас есть много людей, которые находятся в этой практике. Вначале они тоже понимали, а сейчас говорят это вообще балдеж. Я на работу хожу с таким удовольствием. Все. Люди играют в такие. Как это мой ум. Я прям вижу, как они меня задевают. Как я... Как это самое... Как все это вот... Все. И на улице иду с людьми. Стал там и с бомжом могу заговорить. И с незнакомым человеком. А вдруг сейчас умру? А надо же поговорить. Мы же не знаем действительно. Ну и даже смерть уже бессмысленна. Что действительно... А у нас видите все отложено. И есть... Как бы вот это я люблю. Вот и все. Вот помните. Вот сейчас на практике. Сидит у нас дьявол в башке. Это люблю, а это не люблю. Это мое, а это хрень какая-то. И весь мир разодрал на две части. Вот моя часть. Вот мое тело. Мои мысли. Мое образование. Мои любимые. А вот понеслась. Это говно. Это там американцы. Это Путин. Это украинцы. Ну у кого-то какая хрень гаши в башке. И вот он такой. Все, это не мое. Ненавижу, не люблю. За них голосовать не буду. И кто это у нас в голове так разговаривает? Ну вот тут две программы. Автоматически. Вот именно они разговаривают. Нас все время в голове. Не вы. А вот одна хочет, а другая не хочет. И она вот все время так и делает. Вот хорошо ты увидел. Теперь ты бомжей не хочешь. Не хотеть. Ну в смысле. В общем принял. Перевел их в нормальность. И вот туда постепенно весь мир загонит. Вот. И я Путина люблю. Где тут камера. И Зеленского тоже. И так мне жалко его, что страдают ребята так ни за что. Именно сострадание теперь появляется. То есть понимаешь, что теперь нельзя никого не любить. Можно сострадать только. Видеть, ой как больно. И как бы самому чувствовать, что действительно больно всему. Теперь это твое тело стало. Боль других. Людей. Это вот всего бодхисаттва включился. Вот бодхисаттва это тот, кто сострадает с миром соединенным. Да, вопрос. Вот. Есть просто такой мастер хороший на к нему ходил, а сейчас он здесь ну прям конкретный. Я честно не могу понять суть любого бодхисаттва, что ну я понимаю, это сострадание, но зачем, если ты подошел к пределу, у тебя в тело снова. и ну я понимаю, все эти тонкости учения не вести, но как бы зачем? А почему бы и нет? Это при поводу чисто какой-то высокий ну да, просто он к этой традиции видимо близок каким-то образом и через этот рисунок это просто рисунок такой вот буддизм, вот христианство, вот наука, вот самопознание, вот там какой-то еще учитель. Это просто рисунки, просто он в этот рисунок вплетен, то есть он каким-то образом кармически связан. Да, была какая-то кармическая близость, даже она не карма как будто, а именно близость была, что видимо там ну в общем какая-то скорее всего там какие-то перерождения себе на голове он уже революционный он уже лама это ты про Валеру что ли? да ну да, это лама я его видел он несет пуржищу такую, как будто он тибетец натуральный и он там в кость человеческую то есть он действительно видимо в той жизни был такой продвинутый сам, а сейчас его даже и туку признали да, это вот пример такой просто ну действительно в этой традиции долго формировался да у него карма что он в ней находится но при этом он дистанцируется от нее он понимает что не надо вот традиции они все нормальные традиции они доходят такого состояния что традиции нету то есть вот высокий уровень буддизма и там исихазм в христианстве, еще что-то, они разрушают как раз канонические все вещи, что это только на определенном уровне. А дальше традиций нету, даже неважно, там буддисты, не буддисты, христианин, не христианин. Но нам про это сейчас разговаривать нету, это только нас совратить может. Очень хорошо. Да, может. Да, есть такая. Да, 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 так и есть. Но ты, видимо, захотел вернуться, и поэтому ты не дошел до конца. А дошел до конца, выпал из социума, и у тебя Иисусова молитва в голове просто бы звучала, 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 и больше тебе ничего не надо, ты бы уже... Но, видимо, все равно, что-то тебе не хватило, решил вернуться еще тут пожить. Ну, вот начинается перебор. Был у тебя момент, где можно было и закончить на всем? А ты говоришь, не, а вот Адвайт, а тут поклассней. Поперли в Адвайт. Да, да, лучше одну. Причем, это может быть практика, просто приседания делаешь, но осознанно. Ну, для этого в традициях сложились вот такие варианты, где можно, ну, как бы, чтобы не так тупо с приседанием. А на самом-то деле так и есть, что лучше взяться за одной, но в этом достигнуть мастерства. Ну, это везде так. Это и в искусстве, это и в науке, и в этом деле точно так же. Потому что, ну, разбалансированность, она... Ведь смысл — это соединение. Соединение — достигнуть единства. Единство достигается в спокойном вот таком присутствии. А если тебя начало носить по местам, то оно все время раз, стряхнулось, и заново собирать. Да, 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 это он так прячется, да, он все делает для того, чтобы все время тебя чем-нибудь занять. Поэтому, говорит, а так подумай, а так, а давай вот это попробуем. А вот здесь вот, наверное, точно что-то, и вот он так носится, носится, носится. Ну, и как бы это хорошо, потому что если бы у человека так умнее носился, он бы с ума сошел. Но вы-то хотите осознанно сойти с ума, а не по-настоящему. По-настоящему. Это ведь можно и по-настоящему. Видишь, близко уже подошло. Да. Да. Может быть, все концентры, да, все веры, это такие, как бы, когда-то был язык один. Да, да, именно так и было. Как бы ключики. Да, ключики, да, для тех, кто, да, каждый подцепил свою карму и создал свой рисунок жизни. И для этого рисунка тоже есть ключики, потому что бодхисаттва очень обеспокоена, чтобы у всех была возможность выйти, даже у асуров, у демонов. И есть, вот я говорю, хороший текст любимый мой, Йога Васишки, он рассказывает об асурах, об демонах, которые тоже получили ключик и вышли. И стали пробужденными. И даже женщины могут. Ха-ха-ха-ха. А вот для размышления симуляриарности и так далее, не взяли считать туда один из таких же ключей? Да, это, я говорю, квантовые физики, они вот прямо буквально на границе сейчас находятся. Любого из них просто чуть-чуть надо подтолкнуть. И он, такая, некоторые из них так и сделали, что они в буддизм все и там поехали туда. Ну, которые философствовать начали. Есть очень там, да, у физики Фритёб Капра написал, там Гейзенберг что-то там про буддизм накорячил. То есть все они видят, что да, так оно и есть, что вот если ум подвести к пределу, а они ум подвели к пределу. Я говорю, если вы позанимаетесь математикой современной, вы охренеете, там такая гимнастика ума у предела. То есть они там уже эти мерности развели, что они вот буквально одной ногой стоят. Единственное, что они до сих пор еще думают, что они что-то там додумают. Вот это основная проблема. У них эго обычно им не позволяет выскочить. А если бы они от эго отпалились, все, это вот готовые на тренировку. Скорее всего, в следующей жизни они скажут, нахрен я это математика, пойду сразу вот куда-нибудь, где вот по существу будет разговор, а не сложные лабиринты умственные устраивать. Ну, даже Платон говорил, не геометр, в мою академию не войдет. То есть математика, это гимнастика ума, лучший способ его потренировать в пустоте, потому что там же цифр нету, а что-то складывается. И вот он как бы видит, что это просто вот способно, это как бы геометрия ума так выстроена. И они в этой геометрии увидели, что ум, он может простроить все, что угодно. Вот перенимаем. Да, 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 да. Тоже, видите, он как отшельник, потому что ему ничего не надо. Казалось бы, вот бы теперь деньги лопатой греби, слава там еще что-то. Ну, нафиг он в этих цифрах продолжает сидеть, медитировать там по-своему что-то. Да, и скорее всего, возможно, просто так как он в другой традиции, там не предусмотрено у математиков сатсанги вести. Потому что у них очень сложно. Если он начнет математические сатсанги, все сразу разбегутся, потому что там мозг сломается. Может быть, где-то, может быть, для кого-то. Просто ему надо попробовать, может, действительно, есть люди, которые увидят эту красоту и зайдут. И тогда, может быть, действительно, это новое направление будет. А зачем пошло и ручка? Зачем ему нужно больше только машины? О, машины, Ройс, я тоже хочу. Да я не знаю, зачем. Прикалывался. Наверное, да, прикидывался. А может быть, серьезно у него бзик был. Я вон фильм про него смотрел, там ужас, что показывает. Провокация. Провокация? Ну, может быть. И всегда оставляйте такой вариант, что действительно, это может быть тонкая профанация такая, чтобы убить даже надежду на какие-то штуки. Ну, вот даже вещи. А? Вещи, правильные. Вещи нормальные, говорит, да. Он двоэтические. Обрывается во все это дело. Подводит туда, куда надо. Даже я знаю людей, которые именно благодаря ему прошли куда-то там. В никуда. Получается, любая тема красивая может привести к пределу и стать религией, да? Да, любая тема, совершенно верно. Любая тема, если ее довести до предела. Но уже они доведены. Я говорю, самое красивое, это вот, я говорю, искусство хорошо к пределу подводит, философия хорошо, религия нормальная, вот, сутевая, а не атрибутика и внешняя. Все это подводит, все это сделано для того, чтобы подводить. Там, он мамочке ребенок дан для того, чтобы подвести ее. Жене муж, мужу жена тоже для этого же, кстати. Вот, это великие люди, которые через это доходят. Но обычно это вынос мозга. Ну, значит, все нормально работает. Но мы, видите, как устроено. Мы не хотим, чтобы мне жена была просветленным учителем, выносила мозг хитрым таким способом. Она же прикидывается, что она дура. На самом деле она просветленный мастер. Ну, Бог же разговаривает через женщину. Главное, чтобы она так не думала. Потому что как только она начнет так думать, все, капец. Это значит, уже не было. Ну, а дальше, да, зависит от фантазии. Это не имеет значения, как она так думает. Молодец. И что я думаю, поэтому? Мама не работает в этом состоянии. Да, да, вот совершенно... И что вам не зашевелилось, когда-то по-моему, в любом случае, ежедневно. Совершенно верно. Совершенно верно, что... Да, да. Слушай, а я вам знаете, о чем задумывался? Давайте. Говорим, а где он стал, о чем-то. Ух ты, я, по-моему, не говорил. Это лучше. И вообще то, что понятно, люди боятся там с нервами, да? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Деньги. Ну, и что-то еще связано с этим. Как бы, все это же создало, там, Брахмана, да, и Бог, там, и Троица, Аллах. Ну, как вы понимаете, в разных традициях можно эти по-разному. Так вот это зло, это демонизм, там, демонизм, то, что в нашей мире многое... Нет, ты про общие понятия, это вот сейчас ты... Еще раз. Вот эти разговоры, там, про вселенское зло, и что Бог его сам создал, и там, это все для бедных. Ты можешь иметь конкретный случай, как у тебя зло проявляется в жизни. И вот с ним работать. Главное, что внешнее, а у тебя внутреннее, а у тебя реакция на внешний какой-то... Ну, вот-вот с ним и работай. Вот конкретные случаи разбирай, а не о вселенском. В 20-х странах, там, например, на каждом. Опять, промах. Еще раз говорю, у вас есть своя, ваша жизнь, в ней есть конкретные ситуации, где проявляется это. Вот их можно разбирать. А рассуждать о том, как вселенское зло с Богом в коллаборации находится, ну, это вообще... Нет, ну, зло стоит создать. Ну, вот, да, да, по логике так. Бог всесилен, значит, он создал зло. Может, это человек создал. Ну, да, а можно сказать, что человек это и есть придурок, который не видит, что в Боге все любовь, а начинает часть из нее злом называть. Ну, и это тоже все. Что вы хотели спросить? Все хотели. Еще раз поднять тему страха. Да, да, самое сильное. Меня убивает больше всего. Вот именно страх в какое-то время начинается. Это самая лучшая ситуация. Потому что, на самом деле, действительно, это ужас. Еще раз говорю, что действительно, вы ничего тут сделать не можете. И никто вам, никакой Бог ничего не поможет, потому что вы спите, и вас нету, и все. И это ужас, что вас нету, вы уже мертвы. Вы уже, вот, действительно, как вот в огробе лежите, и Христос только вас может спасти. Но Христос, это не там никак метафора, а именно, да, живая речь вас может поспасть. Причем Христос не снаружи, а внутри вас. Внутри вас. И вот вы каким-то образом должны вот этого Бога Живого из гроба вывести, воскреснуть. А тот, кто гроб, это личность, ей страшно, для него ужас вот это вот. Это вот хуже, чем смерть физическая. Это действительно вот. И плюс еще вот все эти кармические хрени. Вот я все время, вот сейчас появился очень хороший такой сюжет в интернете. Вот этот любитель мухоморов-эпифанцев, я уже это не раз где-то рекламировал, он снял две новеллы, встреча с Богом, встреча с дьяволом. Он снял ужасно. Ужасно. Так вот в этом состоянии вы и находитесь. Просто так, когда Грибов, он нажрался, он это увидел воочию, а вы прямо сейчас, просто вы делаете вид, и так, розовой краской, так, не, все нормально, все нормально. А потом наступит, а все уже чувствуете, вот он уже приближается. Особенно, когда ты вот этот поиск ищешь, ты начинаешь умирать. Умри, пока живой. Поэтому это ужас. И вот эта встреча, она, это черная ночь души, ты действительно вот в таком состоянии находишься. Просто сейчас ты делаешь вид, что это не я, а там он как бы попался и описал, как это. Ну, понятно, что там тоже роль, там все эти дела, но там хороша эмоция, то есть я увидел ее, узнал очень хорошо. Именно так она и выглядит, ужас. И ничего сделать, некуда спрятаться, некуда деться, деньги заплатить, ничего не сделать, не вывернуться. Тебя насквозь видят, а главное, что это ты сам и делаешь. Там вот как раз он и говорит, это же ты же, ты же и делаешь. Вот я говорю, это самая тайная тайна. Если ты это сумеешь делать, когда ты будешь умирать в реальности, что оказывается, даже умирая, ты можешь в этот момент наконец расслабиться и кайфовать. Ну, это условно кайфовать. Ну, в смысле, не паниковать. Тогда все демоны, все, кто будет приходить, они тебя, они расслабляют, они только напряженное могут схватить. Подобное за подобное хватается. То есть ты просто вышку на работу расслаблялся во время страха смерти. Вот, все. И получается, в таком это... Но ты можешь и сейчас расслабиться, и не умирай, уже пустить в себя. Расслабиться – это перестать давить на дверь. Ты отпускаешь и принимаешь мир так, как он к тебе является сейчас. И ты больше никто... Тебе больше ничего защищать не надо, ни с кем бороться. У тебя теперь нет ни правого, ни левого. То есть тебе ничего не нужно, и никто тебя обидеть не может. Ну, это как бы все. Это великий воин Кастанэди так выглядит. Неуязвимый. Вот он потому и неуязвимый, что ни с кем не борется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok